Эти малыши еще не автолюбители, но о пробках уже задумались. Придумали специального робота, которого можно вызвать в случае аварии. Машина приедет, сделает фотографии происшествия и направит их в ГИБДД, чтобы разгрузить дорожное движение. Но пока это только фантазия. Она очень реальна. Вы даже не представляете, насколько многие машины хотят оснастить такими маячками. То есть это уже почти на половину реальность. Осталось сделать только такого робота. Робототехническая олимпиада – это 8 категорий инженерного творчества. В год экологии многие проекты связаны с очисткой от мусора города и водоемов. Одна из интересных разработок – окно, которое открывается в зависимости от уровня влажности воздуха. Но закрывается, если к нему подходят дети или домашние животные. Умный дом придуман не для широкого применения, а для использования на полярных станциях или, скажем, островах. Давайте посмотрим, как же он работает. Вот у меня есть карточка, которая отключит сигнализацию. Вот так это работает. Итак, посмотрим. Здесь есть солнечная батарея, которая обеспечивает подачу электроэнергии, свет, тепло и так далее. Внутри вот эти красные датчики – это инфракрасные датчики, которые помогают солнечной батарее. Если не хватает и этого, в силу вступает ветрогенератор, который вот так вот крутится. Свет зажигается, если человек появляется в комнате, а если покидает эту комнату, то свет автоматически гаснет. С каждым годом количество участников Олимпиады растет. В этом году их почти 200. Свои достижения в сфере робототехники представляют юные инженеры, которым едва стукнуло 6 лет. Это полноценное соревнование, полноценный спорт, который говорит не о физических навыках ребенка, а о инженерно-технических, скажем так, новое мышление. Ребята все как раз примерно 5-7 классов или даже меньше, то есть то поколение, которое максимально заинтересовано в том, чтобы приблизиться к информационным технологиям и робототехнике. Очень рассчитываем, что к 11 классу это будут уже лидеры не только Российской Федерации, но и международных соревнований. Победители регионального этапа будут представлять Самарский регион на всероссийском этапе в Казани. Те, кто войдет в российскую сборную, отправятся на мировой турнир по робототехнике, который пройдет в Коста-Рике. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.